Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хыван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я вам расскажу о простом способе, который позволит вам получать 100% огурчиков из каждой завязи, которая у вас образуется на растениях. Мы на канале довольно много уже говорим об огурцах. И, конечно же, в общем объеме каких-то способов ухода за огурцами, это и антистрессовые обработки, и подкормки, это все очень-очень важно для того, чтобы хорошо развивались завязи. Но есть один замечательный способ, одна легкая-легкая подкормка, которая позволит вам из каждой завязи получить огурчик. Что бы ни говорили противники использования удобрений, вот такого абсолютно натурального сельского хозяйства, вот никаких удобрений не вношу и там целыми тазами чего-то там ношу-тягаю. Нельзя не согласиться с тем, что растения из почвы выносят колоссальное количество питательных веществ. И они должны их своевременно получать. Современные, вот раньше говорят, ай, у меня бабушка ничем не кормила, мама ничем не кормила, и было огурцов завались. А теперь уже вот надо что-то там кормить, делать, что-то подливать, кропить там, прыскать и так далее. Вот на самом деле это связано с тем, что современные сорта и гибриды огурца очень требовательны к питанию. Ведь старорежимные сорта, они были смешанного типа цветения, и мужские, и женские цветки были. А сейчас мужского цветка на растениях огурцов, ну не найти, они только женские. Каждый цветочек может дать зависть. И если как бы посмотреть в прошлое, то конечно площади посадок были больше. Ну вы были маленькие, вам казалось, это ведро огромное, а сейчас ну что там ведро, ерунда, да? Когда были маленькие, деревья были большими. Точно такое же впечатление создается и здесь. Хотя доля правды в этом есть. Со старорежимными сортами было гораздо меньше хлопот. Ну и урожая не давали чуть меньше. Большие посадки компенсировали вот это количество. Сейчас мы хотим с маленькой площади снять много огурцов. Поэтому-то нам и нужны подкормки. От чего в основном желтеет зависть у огурца? От нехватки калия. Но есть один очень опасный момент. Большинство блогеров советуют кормить огурцы для того, чтобы каждая зависть дала вам огурчик зольным раствором. Зола является прекрасным, древесная зола, источником калия. Но многие забывают, что она является очень щелочным раствором. А вот огурцы предпочитают слабокислую, близкую к нейтральной реакции почвы. Когда вы поливаетесь систематически зольным раствором, в зоне роста корней вы нарушаете не только микрофлору дружественную и вызываете развитие болезней. Но также вы нарушаете всасывание прочих питательных веществ, потому что и слишком кислые, и слишком щелочные земли являются неблагоприятными для усвоения питательных веществ. И тем самым нарушаете питание растения и вроде бы делаете благое дело, вносите калий, однако же защелачиваете почву. И это неблагоприятно сказывается на формировании завязей и росте огурца. Но здесь есть выход. Берете бутылку уксуса и гасите зольный раствор. Об этом мы много говорили на канале. Все, в общем, наши постоянные подписчики про это все знают. Но есть одно хитрое удобрение, которое одновременно является источником калия и одновременно слегка немножечко подкисляет почву, что является вполне благоприятным для культуры огурца в период активного завязывания плодов. И это удобрение называется, все его знают, сульфат калия. Я тут специально закрываю производителя, а то скажу, что очередная реклама. Сульфат калия. Сульфат калия является, пожалуй, если для томата это монофосфат калия, там фосфора много поглощается, то для огурца сульфат калия является самым благоприятным удобрением для подкормок. Всего лишь столовая ложка на 10 литров воды и по пол-литра-литру, в зависимости от размера растений, обилие завязей. Примерно каждые 7-10 дней является гарантом того, что ваши огурчики будут образовываться из каждой завязи. 100% завязи у вас будут давать урожай. Поэтому благодаря такой подкормке с небольшой площади вы можете собрать большое количество урожая. Делайте эту подкормку, ну или подкормку с помощью погашенного зольного раствора уксусом, и будет все очень хорошо. Есть еще один нюансик. Обильность калийных подкормок нарушает нормальное всасывание азота, потребление азота растениями огурца. Поэтому один секретик. К этой подкормке добавьте буквально половину столовой ложечки мочевины или любой селитры, мячной селитры, для того, чтобы не вызвать азотное голодание огурца и не прекратить рост плетей и образование завязи. Таким образом, 1 столовая ложка сульфата калия плюс половинка столовой ложки любого азотного удобрения будет прекрасной подкормкой. Кроме того, для того, чтобы не использовать минеральные удобрения с азотом, вы можете просто-напросто добавлять сульфат калия в раствор зеленой бродиловки и обильно проливать огурец по литру на растения смело, и у вас все будет с огурцом очень хорошо. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok